Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьевы. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Тепленькая пошла. В Анапе современный тепловой пункт установили в доме 169 по улице Ленина. Государева Ока зрит. Анапский межрайонный прокурор провел пресс-предприятие. Обрез-конференцию. Спасительная пайка. Блокады Ленинграда в рассказах жителей и воинов. Кроны и опилки. Зеленстрой начал работу по обрезке сухих веток деревьев на городских улицах. А сейчас обо всем подробнее. Первый в Анапе современный тепловой пункт установили в доме 169 по улице Ленина. Вместо старых труб современное оборудование, компактные бойлеры, новые технологии. Средства на строительство выделили в рамках программы по энергобезопасности и энергоэффективности. Стоимость оборудования каждого пункта более 2 миллионов рублей. Финансирование из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Заместитель главы курорта Владимир Забураев осмотрел новый индивидуальный тепловой пункт. Эти приборы будут работать и подавать тепло в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы как можно снизить затраты на производство тепла. Во-первых, тут будет установлен новый теплощетчик, который будет показывать фактическое потребление теплоэнергии на дом. То есть жители будут платить за фактическое потребление электроэнергии. На сегодняшний день произведен монтаж. Дальше второй этап будет происходить врезки в существующие сети. И третий этап – это наладка всего оборудования. Тепловой узел будет запущен через две недели. В планах строительство еще 13 таких пунктов в микрорайоне 3А, 3Б и центральной части города. Сегодня Анапский межрайонный прокурор провел пресс-конференцию. На ней он озвучил итоги работы возглавляемого ведомства в 2014 году. Также Максим Злобин ответил на вопросы журналистов городских СМИ. Подробности в материале Натальи Пухальской. Уровень преступности в Анапе в прошлом году остался на уровне 2013 года, отметил прокурор. А степень доверия населения к сотрудникам прокуратуры заметно выросла. За год с жалобами и заявлениями обратилось 3850 анапчан. На 52% больше, чем в прошлом году. На основании этих заявлений и по плану были проведены прокурорские проверки, в том числе по ценам, установленным на социально значимые продукты. По поручению генеральной прокуратуры, все прокуратуры на местах, сейчас мониторят цен. Сейчас уже есть привлеченные лица к ответственности, есть факты завышения цен. Они были уже установлены. Проверка сейчас идет, продолжается и будет продолжаться. Прокуратура добилась запрета на строительство торговых палаток в районе Южного рынка. Схемы тепло- и энергоснабжения также в зоне их интересов и полномочий. Несколько дорог были приняты на баланс муниципалитета по инициативе прокуратуры. Самострой и земельные участки для многодетных семей – эти вопросы в числе самых частых тем обращения граждан. Так, в районе гостиницы «Заря» часть участка, выделенного ранее администрацией города, предприятию «Оренго» и «Газпром» вернули в муниципальную собственность. С условием, что застройщик жилого комплекса выполнит обязательства и построит в микрорайоне детский сад на 160 мест. Кроме того, по настоянию прокуратуры, муниципалитет принял программу, которая запрещает использовать природоохранные земли под хоз назначения. Районы речки Анапки, Большой и Малый Утри ждены теперь под дополнительной защитой. Мы добились на сегодняшний момент справедливого решения суда, которое было принято апелляционной инстанцией Краснодарского краевого суда 15 января о сносе незаконно самовольно возводимых объектов в селе Большой Утреш, наобежная 1В. Напомним, в понедельник стало известно решение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда по делу о незаконном строительстве на участке заповедной зоны Большого Утреша. Принято решение о сносе кафе и возвращении участку первоначального вида. Решение Краснодарского краевого суда об удовлетворении исковых требований прокурора о сносе незаконно возведенного объекта по адресу Большой Утреш, набережная 1В, возводимого Стародубцевыми, будет на особом контроле Анапской межрайонной прокуратуры, будет осуществляться надзор за всеми исполнительскими действиями до полного сноса и приведения территории в надлежащее состояние. Сроки бы установлены исполнительным законодательством и неукоснительно будут соблюдаться. Мы должны предоставить возможность ответчику для добровольного сноса этих помещений. В случае отказа будем сносить принудительно. Из первых уст жители и освободители блокадного города рассказали студентам Анапского индустриального техникума о суровом времени Великой Отечественной войны. Урок мужества посвятили 71-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Более трех лет, а точнее 872 дня, жители Ленинграда стойко переносили голод и холод. Председатель организации «Блокадники Ленинграда» Александр Орлов рассказал молодежи о тяжелых днях блокады, о голодном и страшном времени. Когда началась война, он был совсем маленьким мальчиком. Вместо беззаботного детства пришлось быстро повзрослеть. Кошек, собак, мышей все съели. Все ели. Все, что ворон, все, что попадало. Потому что голод страшнейшее. Самое страшнейшее. Обстрелы. От обстрелов меньше погибло, чем от голода. О своей нелегкой детской судьбе рассказала блокадница Зоя Исаева. За первый год блокады от голода у нее умер брат. А через несколько дней умерла и бабушка. Оставшись вдвоем с мамой, Зоя Ивановна в 13 лет стала работать санитаркой в госпитале. Полетели бомбы. И там все загорелось. А это Бадаевские склады, продовольственные склады. Там, ну, огромная часть запасов была на них. Все сгорело. Потом долг еще. Не все, конечно, отдельные люди ходили. И даже землю, где сахар лежал, она получилась сладкая. И вообще набирали, разводили, отстаивали. В блокированном городе осталось более 2,5 миллионов гражданского населения. В том числе свыше 100 тысячи беженцев из Прибалтики, Карелии, Ленинградской области. Среди оставшихся около 400 тысяч детей. 27 января 1944 года блокада Ленинграда окончательно прервалась. На встрече молодежь Анапы с первых уст узнала о том, что пришлось пережить семьи в осажденном городе внутри блокадного кольца. Я от дедушки слышала истории. Выживали как могли. Спасали детей. Пытались спасти детей в основном. Последние кусочки даже им отдавали. По традиции в конце мероприятия блокадники сфотографировали со студентами на память. Работники предприятия «Зеленстрой» начали работу по обрезке сухих веток деревьев на городских улицах. На Краснодарской, где сегодня активно шумят бензопилы, планируют кронировать около 500 сосен. Работает две бригады. Привлечена спецтехника, три трактора и автовышка. Наше предприятие приобрело дробилку. Эта машина будет уже в феврале месяце находиться на полигоне ТБО. Машина будет эти ветки дробить в мелкую щепу. То есть проблема утилизации исчезнет. С февраля, когда в городе будет дробилка, процесс обрезки и утилизации заметно ускорится. Кронирование и спил больных деревьев в городе будет проводиться до 15 апреля. Специалисты управления муниципального контроля ежедневно выявляют нарушения правил благоустройства. Разбитая плитка, переполненная мусорная урна, нарушения правил благоустройства и санитарного порядка разные. Предприниматели информируют об обязанности содержать в чистоте и здание, и прилегающую территорию. Но, похоже, не все готовы прислушаться. Собственник помещения здания на углу улиц Крымской и Краснозеленых не заключил договор с мусороуборочной компанией. И сам не вывозит отходы. За нарушения хозяин привлечен к административной ответственности. В рамках реализации программы «Доступная среда» на улице Крымской работники фирмы «Конвентстрой» продолжают укладывать тактильную плитку по договору с администрацией города. Шесть километров специальной плитки для слабовидящих людей постелят в обе стороны улицы Крымской. По плану все работы должны завершиться на этой неделе. Со своей стороны за порядком и чистотой в городе следят инспекторы ГИБДД, проверяя технику на выезде со стройплощадок. Один из фактов нарушения правил благоустройства и правил дорожного движения был установлен в селе Субсех на улице Центральной. Водители после окончания заливки бетона выезжают на проезжую часть, соответственно вынося грязь на проезжую часть дороги, что категорически запрещено правилами дорожного движения. И в соответствии со статьей 12.30 кодекса административных правонарушений пункта 1.5 правил дорожного движения на водителей составлялись административные протоколы. Штрафы от 5 до 10 тысяч на водителя. Все они были привлечены к административной ответственности. После чего некоторые водители убирают за собой грязь. Привет из далекого прошлого. Неожиданную находку сделали специалисты архива городской больницы. Выводы и предложения в сюжете Любови Евсеевой. В архиве городской больницы находятся книги приказов и более ранних сроков. Так, например, самые первые приказы, сохранившиеся по больнице, датированы 1932 годом. Господи, о чем же там речь-то шла хоть в 1932 году? В 1932 году приказ номер один от 1 января 1932 года. Товарища Антонову полагать на работе с сего числа, как своевременно прибывшую для трудоустройства. Но это уж совсем неожиданный поворот событий. Мы приехали посмотреть книгу приказов по больнице, которую вела ее главный врач Антонова в оккупации. Вернее, этот журнал ведется с того дня, когда советские войска вошли в Анапу с 21 сентября 1943 года. А тут вдруг узнаем, что доктор Антонова Вера Александровна приехала приступить к своим обязанностям 1 января 1932 года. Судя по тому, что ранних записей нет, можно считать, что история больницы повелась именно с этой даты. Новый главный врач больницы, кстати, не удивлен тем, что именно в больничном архиве найдены такие давние документы. Каждая история болезни, каждый документ – это чье-то здоровье, чья-то жизнь. И вот в категории документов, подлежащих постоянному хранению, мы обнаружили книгу приказов, которая датирована 22 числом сентября 1943 года, где по приказам можно увидеть то, что происходило в те дни в Анапе. О докторе Антоновой ходят легенды. Она спасала молодежь от угона к Германию. Она спасла и само здание от уничтожения немцами во время ей бегства. Говорят, доктор сняла с груди золотой медальон с цепочкой, выкупив тем самым больницу у фашистов. Очень бы хотелось найти среди анапчан свидетельство судьбы этой легендарной женщины или хотя бы ее портрет. А мы не найдем ее здесь фотографии? Фотографии, к сожалению, в приказах не клеивались. По правде сказать, листая страницы почти вековой давности, я захлебываюсь кашлем и слезами. Архивная пыль – сильнейший аллерген. А вот заведующие архива больничные манускрипты не досаждают. Я понимаю важность этих документов. И это все настолько интересно. Об этом практически нельзя прочитать, где бы то ни было. Анапа принимает краевые соревнования по волейболу. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» состязаются четыре команды. Девушки из Темрюкского и Денского районов и две анапские команды. Участникам краевых состязаний по 15-16 лет. Но от этого спортивный азарт и желание победы не меньше. У каждого коллектива свой стиль игры. Девчата по-своему радуются каждой результативной подаче. Вот это чувство, когда ты поднимаешься над площадкой и забиваешь мяч. Это просто как ты окрылен. Соревнования проходят по круговой системе. В лидерах команды из Анапы победители турнира назовут завтра. И это все новости на сегодня. Следующий выпуск новостей смотрите завтра в это же время. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. В станице Гостогаевской 25 ноября 1942 года немецкие жандармы начали арестовывать мирных жителей целыми семьями. 134 человека взрослых и детей фашистские изверги держали три дня в холодном сыром здании, не давая им не есть, не пить. 27 ноября 1942 года во двор к зданию подъехала душегубка. В этот день было зверски удушено 134 человека, в том числе 27 детей. Мы помним. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова